А здорово вам всем, мои уважаемые зрители! Кое-что интересное и полезное увидеть не хотите ли? Вот это две упаковки. По сути дела это аккумулятор. Болтиков нет, он не разборный. Есть вот такие выводы и на том и на другом корпусе. Корпус, конечно, интересный и пройти мимо такого корпуса, который можно было притащить домой, я не мог. Я взял эти аккумуляторные батареи и решил исследовать их на дому. И кое-что интересное я вам сегодня расскажу и покажу. Батареи неисправны, но мы их будем использовать. Не так давно где-то в кино я слышал сказы про чипы зла, рассказы. И если те чипы зла у автора были в лампочках, то в этот раз я нашел такие же чипы зла вот в таких вот аккумуляторных батареях. Ну чтобы вам было все ясно и понятненько, давайте, наверное, мы начнем с проверки исправности этих батарей и произведем некоторые измерения. Раз эти батареи выкинули, как правило, такие батареи заряд больше не берут и использоваться не могут. Давайте сделаем проверку, быть может в них остался остаточный заряд, и их все-таки можно реанимировать каким-нибудь хитрым и волшебным способом. А чип зла отложим в сторонку. Кстати, в эту же сторонку мы отложим и еще одну целую схему зла, которая, в общем-то, наверное, была хороша, ровно до тех пор, пока не перестала работать. Я воспользуюсь вот таким забубенно удивительным прибором, с помощью которого с измерениями справится даже любой дурачок. Ну даже я справлюсь, но честное слово. И для начала давайте включим этот прибор и проверим, а действительно ли он сейчас нам будет напряжение это измерять. У меня есть вот такие две банки, соединенные последовательно, и сразу, забегая вперед, скажу, что вот эти банки аккумуляторов я извлек именно вот из этих батарей. Давайте ткнемся в эти контакты и чего-нибудь померяем. Ой, как неудобно тыкаться в контакты перед камерой. Ну ладно, я вот так вот ткну в контакты, ладно. Прибор сказал авто и намерил мне 7,45 или 0,46 вольта. Ну что ж, прибор успешно справился с задачей, определил, что эти батареи исправны, 7 вольт они выдают. А что же покажут нам вот эти батареи? Кстати говоря, ловите лайфхак. Хотите быть уверенными в измерениях, когда включаете любой прибор, сперва возьмите и проверьте на нем что-нибудь тестовое, там сопротивление или еще что-нибудь. А теперь я удивительнейшим образом, тыкаясь вот в эти позолоченные клеммы, пытаясь обнаружить в них хоть что-то интересное. Смотрите, прибор среагировал и что-то мне показал. 274, но это не вольты, ребята. Посмотрите на шкалу, там килоомы подписаны. Прибор у меня забубенный, смотрите. Он измеряет тут вот температуру в Цельсиях. Здесь он показывает те значения, которые я хочу намерить на измеряемом измерении, ну или на батарейке, или там на сопротивлении. А вот здесь он вот так вот перебирает амперы, вольты, омы и даже вот такой колокольчик. Короче, в этой батарейке вольт мы не нашли. Зато нашли килоомы. Вот в данном случае 9 килоом между вот этими двумя клеммами. Перебираем их по порядку и пытаемся что-нибудь кроме килоомов обнаружить. Увы, прибор нам показывает только килоомы и никаких вольтов. А ведь это батарейка. На ней, кстати, было написано, сколько она вольт. Ну и раз мы одну батареечку проверили, давайте и вторую проверим. Быть может, это вот неудачная батареечка была, а вот эта будет более удачная. Погнали. Так вот на камеру все видно. Ага, отлично. Меряем. Вольтов нет, вольтов нет, вольтов нет, вольтов нет, зато есть килоомы. И обратите внимание, вот в предыдущей батарейке килоомов было гораздо меньше, а в этой батарейке 538 килоом между вот этими выводами. А вот здесь 3 мегаома. Я думаю, читать умеете. Вот здесь вот буковка М. Давайте еще раз покажу. 3 мегаома между вот этими вот клеммами. Ага. Нет? А, 500 килоом. 500 килоом. Ну, видать, не законтачил хорошенько. А вот 3 мегаома. Не туда попал, извините. Вот, 3 мегаома. О чем это говорит? Что по входу обе эти батареи приобрели абсолютно разные свойства. Напряжение никак они не выдают. Ну, может тут абсолютно разряженные аккумуляторы внутри, которые сопротивление внутреннее имеют там 3 мегаома или тысячи, ну, сотни килоом. Мы это проверим. Мы возьмем эти батареи и разберем. Ну, прежде чем их разберем, я сразу скажу, что мы обнаружим внутри вот такие банки. И мы их проверим, исправны они или нет. Кому интересно, смотрите дальше. А пока я хочу помучить, потому что я еще не мучил, и мне любопытно, вот этот чип, ну, точнее, это целая схема зла, которая вот она стоит. Давайте вот так вот покажу. Видите, вот эти полосочки. Я хочу знать, вот она, сколько там мегаом имеет аккумуляторы, я от нее оторвал. Это вот те самые аккумуляторы, которые были припаяны к этой схеме. Возьмем эту замечательную схему, и там, где я обнаруживал килоомы, вот между этими контактами, я посмотрю. Ой, как хорошо-то, 540 килоом. Можно как резистор, наверное, использовать. А здесь 3 мегаома. Вот, кстати, вот эта плата совпадает по свойствам своей поломатости, как, наверное, вот этот. Вот я уже не помню, который из них. Ну, в общем, 3-мегаомное сопротивление из вот этих вот микросхем мы можем соорудить. А, кстати, а давайте проверим в обратку, ведь в обратку иногда считается не по порядку. Так, вот здесь, значит, у нас полмегаома. А если мы возьмем и поменяем полярность измерений, в эту сторону, в эту сторону 19, 18, 19 мегаом. Слушай, ну, какая шикарная плата. Она может послужить чем там? Резистором, наверное. Ну, шучу, конечно. Использовать можно, но не нужно. Ну, а теперь красивый прибор убираем в сторонку и достаем самый изящный и тонкий инструмент для разборки неразборных аккумуляторов. Разбирать эти аккумуляторы надо нежно, чтобы не пораниться. поискать, где у них тут есть хотя бы небольшое щелевое отверстие, чтобы просунуть туда острый щелерасширяющий нож. Вот здесь вот. У меня уже опыт. Я уже второй такой аккумулятор разламываю. И вот так вот аккуратненько вскрываем. Видите, там уже сиреневая появилась. Давай, давай. Так, так. И нежным движением руки мы вскрыли корпус. Да. Можете за меня не переживать, я даже не пострадал. Так. Ну и что мы видим? Вот они. Две аккумуляторные батареи. Вот эта плата, которая не дает эти аккумуляторы не разряжать, не заряжать. Имеет сопротивление там сотни килоом и даже мегаомы. Вот. И сейчас я пока отрезать батареи не буду. Они липкие, сразу скажу. То есть тут внутри клей какой-то. Ну, вон он там на боках. Они были прилеплены. А мы возьмем опять мой удивительный прибор и измерим напряжение на клеммах этих батарей. Быть может они высажены под полный ноль. И, конечно же, ну, плата такая умная и хорошая не справляется. Так. Поехали. Прибор уже в студии. Я касаюсь средней точки. То есть тут батарея со средней точкой. Оригинальное, видать, было зарядное устройство, которое заряжало эти банки двумя напряжениями. На одной банке 3,75 вольта. На другой банке 2 вольта. То есть вот эта баночка подсела. Эта баночка подсела не полностью. Но можете верить, можете нет. Вот точно такие же батареи я взял. Просто зарядил своим самодельным зарядным устройством обе банки. Прекрасная емкость. Хорошие аккумуляторы. И я их буду использовать в дальнейшем. У меня, кстати, хорошая задумка есть. Так. Ну и общее напряжение этих двух банок 5,8 вольта. Что говорит нам о том, что банки эти исправны. То есть они не высадились в ноль. 2 вольта это, конечно, критичное напряжение. Но раз за этим напряжением не проследила эта микросхема, то она и виновата. И я, как прокурор электроники, обвиняю в неисправности данного блока батарей не аккумуляторы, а микросхемы. Такие же, как вот эта, да? Ладно. Отрежу сейчас. А хотя давайте разберем сразу вторую банку. Я надеюсь, вы хорошо запомнили методику разбирания таких аккумуляторов. Потому что, ну вот, я очень легко вскрыл вторую банку методикой советских комсомольцев. И погнал ее проверять. Так, вот вторая банка. Так, что-то запищало. А это уже интересно. Вы слышали длинный гудок. Это говорит о том, что вот здесь короткое замыкание. Вот именно на этой банке. Давайте еще раз покажу. Да. Сопротивление 0, короткое замыкание. Первая из аккумуляторных батарей, которая среди всех этих батареек мне попалась пробитой, по сути дела. А это? А это показывает сопротивление. То есть, она не показывает напряжение, а показывает какое-то сопротивление. Ну что ж. Надо ее вырезать, попробовать подзарядить и посмотреть. Эту заряжать не стоит. То есть, из трех аккумуляторных батарей, которые я подобрал, одна оказалась действительно испорченной, по причине того, что у нее вышли из строя сами аккумуляторы. Так, вот этот вот аккумулятор себя показывал чуть лучше, чем вот этот. В этом было нарисовано короткое замыкание. Сейчас мы это дело отрежем. Проверим его еще раз, потому что короткое замыкание может быть не в аккумуляторе, а именно в умном блоке. Проверять надо все до конца. Вот так вот нежно я срезал батарейки от этой умнейшей схемы. Схему я тоже выдеру. То есть, что у нас получилось? Получается, эта микросхема нисколько не уберегла вот эти вот аккумуляторы от полного разряда. Мало того, очевидно, испортила один из них. Но не надо огорчаться тем, что вы увидели, что этот аккумулятор, по сути дела, превратился в проводник. На самом деле, тут есть одна фишка, о которой я вам сейчас расскажу и покажу. Тут, как говорится, не спешите выкидывать полностью севший литий-ионный аккумулятор вот такого плана. Он вам еще пригодится. Смотрите, что можно сделать. Вот что показывает прибор, если мы измеряем аккумулятор, который только что сняли с испорченной батареи. Вот он пищит. Пищит и показывает короткое замыкание. Кажется, возьми и выкинь его на помойку. Отложим его сюда. Второй аккумулятор показывал то же самое. Мы в этом убедились сегодня. А теперь давайте посмотрите, что будет. Сейчас он уже не пищит. Сейчас показаний каких-нибудь от него добьемся. Практически прибор даже не знает, что с ним делать. То есть, короткого замыкания уже нет. А оно было точно такое же, как в этом аккумуляторе. Что я сделал и что я сделаю прямо сейчас. Вот у меня набор батарей. Или же блок питания какой-нибудь с измерителем напряжения и мощности тока. И я беру и немножко пытаюсь подзарядить вот такие аккумуляторные батареи. Ненадолго ни в коем случае, небольшим током, током ни в коем случае, маленьким током, ну и напряжением, которое, конечно же, превышает их параметры. Ну, 5 вольт этого вполне достаточно. То есть, я беру наш источник тока и, соблюдая полярность, прямо тыкаю и пытаюсь подзарядить наш аккумулятор. Ненадолго. Вот я буду сейчас в режиме реального времени показывать, сколько я продержал щупы прибора. Надеюсь, они хорошо контактили. Тут надо проверять контакт. Вот так вот подержали. То есть, я от батареек дал небольшой заряд. А теперь тут же беру прибор и пытаюсь измерять. И смотрите, на приборе 1 вольт. То есть, что получается? Аккумулятор берет заряд и его можно восстановить. То есть, несмотря на то, что только что он себя вел как плохой и испорченный, благодаря тому, что вот эти микросхемы его убили, по сути дела, мы можем его попытаться восстановить. И забегая вперед, скажу сразу. Восстанавливаются. Эти все банки, которые я повытаскивал, несмотря на то, что вели себя по-разному. Вот это у нас, по-моему, 2 вольта, я ее подзаряжу. А это вообще исправная, полностью заряженная. А вот эти разряженные в ноль. Я их, конечно, помечу фломастером и постараюсь восстановить. Так что могу заявить прямо, действительно, в этих батареях есть аккумуляторы, которые вполне оказались качественными, восстанавливаемыми. И, конечно, их можно использовать. Ну, скажем, у вас в шуруповерте сели ваши никель-кадмиевые аккумуляторы, вы можете заменить их на литий-ионные, причем абсолютно бесплатно, взяв их из вот таких нерабочих батарей. Потому что виной просадки и порчи этих аккумуляторов ставило не их внутреннее свойство. Очевидно, партия качественная была. А партия вот таких вот замечательнейших БМС, или как их там еще называют, которые, ну вот я не знаю, там тысячи блогеров рекомендуют приделывать на литий-ионные аккумуляторы для защиты от перезаряда и от переразряда. Лично я на вот этом конкретном опыте, на изделии, которые выпускаются промышленностью, используются, продаются, убедился в том, что некачественным элементом оказался именно вот этот гадкий чип. И я ему присуждаю свое почетное звание «Чип зла для аккумуляторов». А на этом все, ребятушки. Пока, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok